Воскресенье 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 ни было. Для чего? А для того, чтобы вместе пережить еще раз в течение недели это Божье присутствие. Я знаю, вы, наверное, собираетесь и по домашним группам, и где-то еще, но вот такие собрания, они также очень важны именно в смысле нашего церковного некого единения и с друг с другом, и с Господом. Аллилуйя! Что вообще с Екатеринбургом-то вообще сложно, да? Тут эти расстояния, мне кажется, из Перуральского до вас вот доехать, сюда, до Шейкмана, ближе, или не ближе, быстрее по времени, чем с Уралмаша там откуда-нибудь, да, или там откуда с этих синих камней, например, оттуда, мне кажется, оттуда вообще не доедешь. Как будто другой город, да, но кто-то оттуда даже приезжает, и вы здесь вместе можете молиться. Еще особо радостно, знаете, есть такая тенденция у некоторых служителей, вообще и не служители тоже, у людей в церкви, да ну, зачем нам здания нужны, деньги в них вкладываться, здание отбирает у церкви видение, церковь начинает жить ради здания, а потом отовсюду повыгоняли и собираться негде, да, и думаешь вот а-а-а, и ходят, просят аренду у тех, у кого есть здание. И я вот в последнее время особенно убеждаю, что, конечно, церковь это не есть здание, но если у церкви есть здание, благословение, где она может собираться, это тоже благословение. И вы тоже имеете, я был у вас, когда мы в последний раз, в прошлом году, да, в 15-м, где-то осенью, а сегодня заехали, меня повели там по этим коридорам, смотря, что у вас пределы-то расширяются, то есть есть куда воскресную школу поместить, молитвы организовать, какие-то альфа-курсы, учебные классы, это же тоже жизнь церкви, поэтому я никогда не понимал людей, которые говорят, да, нам здание не надо, церковь, она не привязана к зданию, да, и аминь, но если у нее есть здание, оно приносит не меньше благословения, тем более в нашей российской действительности, когда аренду муниципальных или каких-то зданий не разрешают, а вот у церкви есть место, где мы можем собраться и прославить Господа. Цените это, вкладывайтесь в это, это не то, что забирает у вас от каких-то других служений, это благословляет и будет развивать и другие служения. Аллилуйя! Мы вот построили здание, когда строили, думали, нам нормально, 250 мест, ну, ну, хватит там, аллилуйя, хорошо. Два дня назад у нас было такое большое расширенное служительское собрание, мы уже думаем, когда нам, как нам третье собрание начать, потому что у нас сейчас уже два, и мы не вмещаемся, и здание небольшое, и думаешь, вот надо было раньше еще кучасточек купить, а думаешь, надо было молиться побольше, да, там, расширить пределы туда, но вот пока имеем, думаю, сейчас уже, наверное, с ближайшие несколько, может быть, месяцев мы еще и третье собрание начнем, потому что понимаем, что не вмещаемся во все те пределы, которые себе построили, поэтому не ограничивайте себя помещениями, их надо больше, потому что, хотя, кажется, знаете, иногда в сравнении там с 90-ми, вот, там люди тысячами, да, в церковь шли, сейчас, может быть, они и не идут тысячами, но они мало-помалу прилагаются к церкви, но я заметил одну разницу, если сегодня человек приходит в церковь, он остается в ней, и остается навсегда, если раньше люди приходили в церковь, они приходили толпой, тысячами, да, а через год их оставалось, знаете, как через сито их просеяли, и чуть-чуть, сегодня как-то качественно люди приходят к Господу, и мы должны понимать, что оно пробуждение, оно не остановилось, оно может быть другой, другого, другой, с другой стороны как-то стало показываться, другие грани мы сегодня увидим, но мы также видим, что сегодня есть великая потребность у людей во Христе Иисусе, и мы должны проповедовать и возвещать им Слово Господне. И, наверное, особенно вот актуальна проповедь Евангелия, которая есть в нашем сердце, в сегодняшнее время, когда мы видим по телевидению, мы слышим, может быть, в разговорах с нашими друзьями, верующими или неверующими, как люди переживают за сегодняшнее время, да, мы слышим разные потрясения политического характера, военные какие-то ситуации, мы видим экономические трудности. В ноябре прошлого года мы, знаете, пастор Оскорс в Голландии, многие здесь его знают, мы были вместе с ним в ноябре в Кении, и получилось так, что где-то недели полторы, мы были там почти три недели, вот недели полторы или две, у нас не было никакой связи с внешним миром, мы уехали далеко там, интернет дорогой, поэтому мы, роуминга нету, ничего нету, мы вот газет не смотрим, не читаем, телевизора у нас не было, не смотрели, в интернет не выходили. И потом мы вернулись в Найроби, и первое, конечно, знаете, вот, душа истощилась по новостям, хочется узнать, что там творится, какие события, и вы знаете, вот, и там началось, эти, самолет взорвали турки, да, в Париже сто с лишним человек погибло, еще какие-то события произошли, все вот это, знаете, и ты думаешь, ва, ты был без новостей, и жизнь совсем другая, проповедовали, молились за людей, там, в библейской школе учили, и так тебя все это мимо проходит, вся вот эта вот мирская жизнь, а потом бах, на тебя все это сваливается, и ты понимаешь, что в мире-то оказывается не все так просто, да, мир, мир разрывает, люди находятся в смятении, и я потом уже натолкнулся на интервью, которое взяли по событиям в Париже, взяли у архиепископа Кентеберийского, это глава, духовный глава англиканской церкви, он не глава церкви королевы, а вот он духовный глава, его спрашивают, вот как вы переживаете то, что произошло в Париже, что бы вы посоветовали людям, а он говорит, вы знаете, с Парижем у меня связаны особые переживания, мы там многое время жили с женой, я там учился, я там провел свою молодость, и для меня это, знаете, вот это взрывы, это гибель людей, особо затронуло мое сердце, и он говорит, я в то утро, после вот этих событий, в субботу утром, я гулял по парку, и размышлял, и задавал Богу вопрос, Господь, почему ты это допустил, почему это произошло, и я ходил больше часа, так вот молился, размышлял, и дальше он говорит, это глава англиканской церкви, христианская конфессия, мы сейчас не будем дискутировать, какова глубина их веры, но это христианская конфессия, он глава целой церкви, и вот он говорит, события в Париже, гибель людей пробила брешь в моей вере, я не хочу его осуждать, может быть, это действительно были очень глубокие переживания для него, но вот таких людей, их сегодня сотни, тысячи, если даже люди, обладающие духовным саном, обладающие властью вдохновлять людей, вести их ко Христу, да, там, где есть утешение, даже если в их сердцах вот эти события жизни пробивают брешь, я думаю, что люди, которые не имеют Христа, они тем более находятся в смятении, и у нас, как у церкви, есть от Бога предназначение вот в это время показать, где же выход, выход жизни, где мы можем найти вот этот источник внутреннего, такого крепкого стояния, утверждения в том, что Господь, Он не ушел, Господь не забыл эту землю, Господь еще работает здесь, и Господь приносит сюда свою благодать, благодать, она действует сегодня для этого мира, благодать не забрана сегодня из этого мира, и то, что должна принести церковь сегодня, это принести это слово о мире, мире, который не мир дает, Христос говорит, я даю мир, не как мир дает вам, я, говорит, даю другой мир, вот этот иной мир, мир, который исходит от Христа, мир, который течет вот от того престола благодати, Божьей славы на нас с вами верующих, а через нас Господь желает этот мир Божий, это Божие утверждение, силы веры изливать сегодня на людей, которые нас окружают, но понятно, что, чтобы вот нести мир, показывать людям мир Божий, говорить о мире Божьем, проповедовать о мире Божьем, проповедовать о Божьей победе, нам, как верующим, самим необходимо иметь в своем сердце этот мир, не правда ли? Мы можем привести людей только туда, где сами были, где сами что-то знаем, потому что вот можно много рассказывать, а знаете, есть люди такие начитанные, вот они много читают, они могут вам рассказать о разных странах и континентах, но когда вы читаете людей, которые там на самом деле были, это совсем иного качества переживания, и вам уже хочется туда попасть, потому что там был свидетель, он рассказал, он пережил это, как та женщина, помните, самаритянка, которая у колодца встретилась с Иисусом, она увидела этот мир, который он принес ей, это спасение, прощение, которое он ей даровал, она прибежала в свой город, и говорит, я нашла там этого спасителя, Мессию, пойдите, посмотрите, и весь там город весь собрался, он пришел к этому колодезю, они встретились с Иисусом, и вот они вернулись в город, встречают эту самарянку, и говорят ей, мы теперь веруем не потому, что ты нам сказала, а потому что мы пошли и увидели, они сначала заинтересовались тем, что она сказала, они знали эту женщину, знали все перипетии ее жизни, но вдруг они увидели, что она действительно встретилась с кем-то, кто изменил ее жизнь, и поэтому они пошли посмотреть на него, друзья, мы приведем людей туда, где были сами, если мы были со Христом, если мы знаем, что значит мир во Христе, если мы знаем, что значит благодать во Христе, что значит спокойствие во Христе, вот эта вот благодать славы, которая наполняет наши сердца, чтобы мы могли стоять твердо, мы скажем людям, люди увидят, скажут, о, я тоже туда хочу, мы часто говорим о церкви, приходи в нашу церковь, а люди смотрят на нас, но если в этой церкви такие же, как ты, я туда точно не пойду, потому что наша жизнь, она часто не соответствует тому, что, о чем мы говорим, внутри нас нет этого огня, и поэтому, когда я сегодня размышляю и понимаю, что у церкви есть призвание, вот в это время, время потрясений, время кризисов, показать вот это место покоя, место утешения, то и сам я должен обрести в своем сердце, поработать над своим сердцем, поработать со своей верой, поработать со своей жизнью, чтобы люди не просто могли меня услышать, но люди могли увидеть во мне этот мир и благодать, которая дана нам во Христе Иисусе. Давайте откроем с вами книгу пророка Исаии, 49 глава. Смотрите, здесь пророк возвещает от Господа, «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, а тут уробы матери моей назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня». Вот смотрите, это то, о чем я сейчас говорю, да? Мы имеем это призвание от Бога. Он не мы, Он во Христе соделал нас, это изощренной стрелой. Он не мы, а Он прежде всего по Своей благодати сошел с небес сюда, чтобы даровать нам этот мир, чтобы даровать нам это прощение, чтобы даровать нам эту силу и славу в нем, во Христе Иисусе. И сказал мне, «Ты, раб мой, Израиль, в Тебе я прославлюсь». Вот его предназначение сегодня для нас, верующих. Господь хочет и имеет желание прославиться в нас. Помните, апостол Павел говорит в послании Ефесянам, потому что мы созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы не просто, знаете, вот Христос спас нас, аллилуйя и аминь, но в этом спасении есть некое предназначение, некая цель, которую Господь преследует. Какова эта цель? Апостол Павел говорит, для добрых дел, для вот этой жизни, качественно иной жизни, не такой, которая была в мире, не жизни греха и похоти, не жизни просто для себя, не жизни эгоизма, а жизни для того, который умер за нас. Жизни, которая будет изменять жизни других людей, которая будет касаться других людей. В Тебе я прославлюсь. Не этот ли план Господь имеет сегодня для нас, как верующих, чтобы через нас Его имя прежде всего прославилось. Не себя, дорогие мои братья и сестры, мы должны понять, не себя на этой земле мы представляем. Не просто мы здесь вот собрались, Вася, Петя, Коля, Дима, еще кто-то по имени, но мы христиане, то есть Христовы, мы дети Его, мы Его представляем. Вот это то, что церковь должна осознать. Я в Тебе прославлюсь. А давайте обратим внимание на 4 стих. И вот смотрите, другая сторона. Или мы говорим о том, что мы будем в Божьих руках стрелою, или мы услышим эти слова, «Напрасно я трудился». Эти слова тоже говорит Господь. Эти слова тоже о Нем. Вот смотрите, есть две стороны нашей сегодня с вами жизни. Или мы станем теми, через кого Бог будет прославляться, или мы услышим, «Напрасно я трудился над ними». Напрасно. Я лично не хочу, чтобы это был приговором моей жизни. Очень хочется так прожить свою жизнь, чтобы потом в конце ее, когда предстанем пред Богом, услышать, «Хорошо добрый и верный раб, был верен в малом, поставлю тебя над ноги». Вот это то важно, что нам нужно осознать, кем мы станем сегодня. Станем ли мы, как церковь, вот этой стрелой в Божьих руках, или мы услышим, «Напрасно я трудился». Чтобы вот эту историю, или вот эту мысль как-то расширить, или углубиться в нее, я хотел бы проиллюстрировать несколькими местами Писания, а точнее, жизнью некоторых героев из Библии. Вот что мы можем сегодня сделать, да, вот мы имеем от Бога призвание, Бог дает нам силу, а что мы сегодня можем сделать со своей стороны, какой шаг? Что мы можем положить сегодня со своей стороны на алтарь, чтобы там зажегся этот огонь Божьей силы. И первый человек, о котором я хочу сегодня с вами порассуждать, это патриарх Яков. Все мы его знаем, да, много о нем написано. Знаете, оказывается, в Библии чаще всего встречается имя не Иисуса, не Павла, не Давида, не Моисея даже. Чаще всего в Библии, на страницах Библии, встречается имя Яков, ну и производный от него Израиль, конечно. То есть оно уже там просто видоизменяется, относящаяся к потомкам Якова. Но вот этот человек, вот эта личность стала самой популярной в Библии, если говорить по упоминанию. А мы же знаем, какой он был. Мы же знаем историю его рождения, мы знаем его путь. Но я всегда, когда читаю историю Якова, ну, конечно, мы уже все знаем, и мы знаем, чем это закончится, но все равно немного удивительно. Посмотрите, Яков рождается, и о нем уже есть пророчество, что он примет благословение. То есть на самом деле Якову ничего не надо было делать, оно по Божьему благословение было бы на нем. Как это случится, это другой момент. Но мама почему-то решила, что нужно подтолкнуть Бога. Знаете так, ну, Господь, ты что-то там замедлил вообще с исполнениями своих откровений и пророчеств, поэтому мы тут тебе сейчас поможем, ускорим процесс. И они ускорили процесс. И вы знаете, Яков, он это принял со стороны матери, как его научили, и потом в процессе своей жизни он, имея, вот только подумайте, он имеет от Бога откровения, но он не идет к этому откровению, ожидая от Бога, да, вот взять его в свои руки, но он пытается что-то сделать, добиться этого. Это так часто похоже на многих нас, христиан. Мы настолько вот не готовы ожидать, смириться перед Богом. Сегодня такое время, когда вот время скоростей, движения, все очень быстро, и когда вопрос стоит ожидать, мы к этому часто не подготовлены. Мы не подготовлены ожидать исцеления, мы не подготовлены ожидать материального благословения, мы не подготовлены ожидать духовного прорыва, потому что нам хочется сейчас. Вот если, Господь, ты сегодня не дашь, значит, ты или меня не любишь, или ты меня забыл, или вообще что-то у нас неправильно. Поэтому, наверное, надо как-то помочь Богу здесь. Ну и вы тоже знаете эту историю, чем закончилась вся эта помощь со стороны Якова. Она закончилась обманом, ложью. В принципе, за то, что он боролся, он получил. Но вот то, что он получил, оно вызывало некий осадок внутри его сердца. Хотел любимую жену, дали еще к ней в придачу. Помните, как в советское время за апельсинами шли, а к апельсинам еще кильку в томатном соусе давали. То есть вот ты как бы, апельсины-то хорошо и вкусно, а килька тебе вот она никуда не нужна, потому что ее в магазинах завались было. И вот он тоже, знаете, красивая, да, моя, люблю, она тебе еще лью в придачу. Вот хочу, чтоб Лаван меня благословил, а Лаван говорит, а ты еще семь лет поработай. И вот в итоге он, понимаете, он получает, а осадок в сердце остается. Это всегда с нами так бывает, когда мы стремимся к Божьему благословению. Помните, там написано, что благословение от Господа, оно обогащает, и что? И печали с собой не приносит. Благословение, которое от Бога, оно не вызывает, ну извините за выражение, такое похмелье, да, какое-то отторжение, что тебе как-то не по себе, ты получил, а ты понимаешь, что оно тебя-то не возрадовало, а наоборот, от него еще более и более трудно становится по жизни. Вот с Эконом получилась такая история, вот он бежит от Лавана с этим и со всем своим Гаремом, с детьми и прочими вещами, все, что он там добился, вот оно все много, а впереди-то его ждет. Тоже в недобрые времена, как он думает. Исаф со всей своей ватагой воинов, со всеми своими там рабами, и он понимает, что вот он, как знаете, как между мечом и наковальней, молотом и наковальней. Там Лаван, которого обманул, там Исаф, которого тоже обманул. И вот мы находим Якова вечером в одной расщелине, которая сегодня называется Пенуэл. Вы помните, да, это место всегда. Иакова, 32 глава, с 24 стиха. И остался Яков один. И боролся некто с ним, это с 24 стиха, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Яков, говоря, скажи имя твое. Он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Очень часто, когда мы обращаем внимание на это место Писания, или читаем об этом событии книги, всегда почему-то делается акцент на молитве, на усиленной такой молитве. Вот он молился, Яков молился, боролся с Богом, он зацепился за Бога, он не хотел его отпускать, и это всегда имеет такое, знаете, как сравнение с такой усиленной ходатайственной молитвой. Но я всякий раз, когда перечитываю эту историю, я обращаю внимание на другой момент здесь. И он коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова. Вы знаете, что такое повредить состав бедра? Что произойдет с человеком, если ему повредить состав бедра? Вот если подсечь вот здесь вот человеку, что с ним произойдет? Он упадет. Он упадет на колени. Он упадет в Ниц, он не может стоять, потому что его ноги уже не имеют силы его держать. Ноги всегда были вот суть или образ ног, да, это было некое движение. Если ты можешь, имеешь ноги, да, они у тебя не больны, ты можешь ходить, двигаться, что-то достичь. Ведь раньше люди не на машинах больше ездили, и колесницы у них у всех были. Пешком, это ноги, это был твой хлеб. Ты работал, потому что у тебя были сильные ноги. Ты мог куда-то пойти, потому что сильные ноги. И вдруг в одно мгновение у Якова подсекается вот основание бедра. И он, помните, дальше написано, и он начал хромать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, глядя на эту историю с Яковым, обратили внимание не только на усиленность молитвы и ходатайства, но прежде всего на смирение перед Богом, которое нам так необходимо приобрести. Помните, другой Яков, апостол, он пишет такие слова, Бог, Якова 4 глава, да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот посмотрите, насколько это серьезно, когда мы, пытаясь что-то принять от Бога, пытаясь что-то достичь в Боге, мы прежде всего не смиряемся перед Богом. Мы не соглашаемся с тем, что Он наш глава, Он наш господин. И наша задача вообще не просто получить что-то от Него, а получить это в правильное время, в правильной ситуации, для правильных вещей. Это же апостол Яков пишет, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для собственного вожделения. Вы пытаетесь что-то получить от Бога, а для чего это вам надо? Вы пытаетесь что-то достичь в Боге, а какой результат-то в конце вы хотите иметь? Сегодня не секрет, многие люди приходят в церковь, потому что они хотят что-то получить от Бога. Дети наркоманы, заболел, с работы уволили, еще что-то такое произошло в жизни, и вот мы вдруг вспоминаем, а надо же в церковь прийти, Богу помолиться, и есть люди, которые посты берут, на все молитвенные собрания будут ходить, а потом все, Бог на все ответил, и у них нет уже причин в церковь пойти. Зачем? Я вот однажды встречаю сестру, ну все-таки считаю, что она сестра, еще не все может потеряно, вот ее не было в церкви несколько лет, и вдруг мы неожиданно с ней где-то встретились, и я говорю, вот сестра, вас так давно в церкви не было, вы знаете, как у вас дела, что вы, почему вы на служение не приходите, может быть какие-то проблемы, вы в чем-то нуждаетесь, она так улыбается, на меня так смотрит, да вы, говорит, что, нет, у меня все хорошо, и вот, говорит, потому что у меня хорошо, зачем мне в церковь-то ходить? И я первый раз, вы знаете, я пастор уже со стажем, за 20 перевалил, я на нее смотрю, не знаю, что ей сказать, потому что я сейчас, если с ней полезу, вот с какими-то сосыми, а у нее все хорошо, я-то тут лишний понимаю, понимаете, со своей тут церковью, с молитвами, Христом вообще, я лишний, потому что все хорошо, вот там были проблемы, там были трудности, Христос нужен был, а теперь все хорошо, зачем? Мы же, знаете, мы в душе в Бога верим, и вот Яков остался один, наедине с тем, он хотел, конечно, получить Божье благословение, он-то вообще и не думал, что вот Бог так вот выйдет навстречу ему, он всегда считал, он себя верующим, и жертвы приносил, и жертвенник подставил, и даже обещал, вернусь на этот жертвенник, и принесу тебе там все десятины, которые пообещал, а здесь он встречается, и вдруг он понимает, что он больше не может никуда идти, а Бог вот это понимание усугубляет вот этим действием, он показывает Якову эту суть, эту силу смирения, когда ты просто отдаешь себя Богу, когда ты перестаешь бороться за эти благословения, а позволяешь этим благословениям прийти в твою жизнь от Бога, так как Он их приготовил, смиритесь под крепкую руку Божью. Второй человек, смотрите, это Иосиф, сын Якова, мы знаем тоже Иосиф родился, знаете, как утешением для отца, отец очень любил его, и вся эта история с братьями, те видения, которые видел Иосиф, откровения, которые он с ними делился, вылились то, что Иосифа братья из зависти, написано, они предают, хотели убить, но по просьбе Рувима, Иуда, они помиловали его, продали в рабство, и вот смотрите, знаете, так часто тоже бывает ведь у нас в жизни, что мы, имея какие-то от Бога наставления, откровения, мы думаем, вот знаете, вот если это от Бога, это всегда все будет, знаете, так гладко, все так, цветочки только должны цвести, и вдруг в такой ситуации, когда тюрьма, гонения и нет никакого выхода. Знаете, иногда я размышляю о нас верующих, о себе в том числе, помните, Иисус говорит такие слова, тесны врата, ведущие в жизнь вечную. Вот знаете, иногда мы христиане, мы думаем о этих тесных вратах, вот тесны врата, сейчас вот я в них пролезу, а там такая жизнь начнется. И знаете, и мы все старания прилагаем, да, надо покаяться, покаясь, надо пост взять возьму, надо вот откажусь, надо все сделаю. Ну, мне главное, знаете, так ужаться, усохнуть, и в эти тесные врата так, пролез, и думаешь, все. И вдруг такой, знаете, и узкий путь. Мы иногда думаем, нам надо сквозь врата, вот эти узкие пролезем, все силы приложим, да, а дальше уже все. А он говорит, и там, и за этими узкими вратами, к сожалению, и путь узкий. Оказывается, ты не просто должен вот съежиться, чтобы войти в эти врата, а надо съежиться, чтобы и пойти по этому пути. А некоторые же не хотят ежиком катиться, да, в Царство Небесное. Хочется же как-то вот, знаете, чтобы пределы расширены были, чтобы дорога-то она вот такая была, ух, нормальная, асфальт не как у нас, да, вместе с снегом сошел, а чтобы он вот нормально так до конца в Царство Небесное с ветерком прокатиться. Он говорит, нет, узок путь и тернист. И вот смотрите, Иосиф, имея все эти откровения, он оказывается в тюрьме. Он не понимает, почему это произошло, но он знает одно, я должен сохранить свои отношения с Богом. Вот как важно, нам иметь не только, не просто даже смирение, да, чтобы иметь вот эту силу Божью, победу Божью в своей жизни, зная, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, но очень важно, чтобы мы сохранили в своем сердце еще и страх Божий. Страх Божий. Что это такое Божий страх? Это то, что сохраняет нас вот в этих моментах нашего искушения, в моменты нашего каких-то испытаний и трудностей. И вот этот Божий страх, он был в сердце Иосифа. Он понимал, что без этого страха сегодня в этой жизни не выжить. А там ведь, знаете, случилось так, что, побыв в тюрьме, пережив все это, он оказался вот у этого человека, когда-то он там был. Патифар, царедворец, начальник телохранителей, это бытие 39 глава. И Господь, написано, смотрите, был с Иосифом. И он был успешен в делах, и жил в доме господина своего. Смотрите, он не только оказался в рабстве, но Бог провел его, и он оказался в доме, в хорошем доме, в доме царедворца. Там была еда, там было тепло, но в доме этого человека была женщина, которая имела желание по отношению к Иосифу, которая соблазняла Иосифа на протяжении долгого времени. Ну, может, надоел этот муж, старик, Патифар, а здесь новая кровь появилась, молоденький мальчишка. Вот думаю, сейчас, вот сейчас-то с ним у меня жизнь-то потечет, наверное, думала эта женщина. И много времени она пыталась соблазнить его. Иногда я читаю эту историю, думаю, сегодня бы, знаете, вот люди бы, ну, ладно, один раз нормально, никто ж не узнает, да и до Якова не дойдет, Господь простит, я ж потом могу покаяться. Многие христиане сегодня так рассуждают. Вот они встают лицом ко греху и думают, ну, а что страшного-то там такого? Ну, выпил, покурил, там, не знаю, сблудил. Ну, один раз, и я потом покаюсь. Это говорит об отсутствии страха. Понимаете, мы теряем перед, вот в своем сердце, перед своими глазами вот это Божье присутствие сегодня и сейчас, оно никуда от нас не ушло. И в какой бы ситуации мы ни оказались, Бог не оставил нас, Он с нами. И Он смотрит, Он смотрит в наше сердце. И вдруг Иосиф понимает, что развязка близка, и вот эта женщина, помните, там, в девятом стихе, она уже довела его до этого состояния, и вот Он ей говорит, нет, больше меня в доме всем. И Он, то есть Патифар, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло? И смотрите, Он не говорит, согрешу перед Патифаром, обману его надежды, предам его доверие, Он говорит, согрешу перед кем? Вы читаете, да, перед кем? Перед Богом. Иосиф, пройдя через все эти испытания, через все эти потрясения своей жизни, он сохранил в своем сердце эту важную мысль, то, что, в общем-то, и делает, приносит благословение. Моя жизнь, она никуда не ушла от Бога. Она перед Богом. Даже если я оказался проданным, оказался в тюрьме, оказался в каких-то стесненных обстоятельствах, неважно, Бог со мной, я перед Богом. И то, что я сегодня делаю, так, как я живу, я прежде живу не перед людьми, я живу перед Богом. Вот то, что нам, христианам, нужно осознать, если мы хотим принести доброе свидетельство сегодня людям в этом мире, показать людям Христа, который исцеляет, благословляет, милует, прощает, нам нужно понимать, что мы это делаем, мы живем не для людей, не перед людьми. Наша жизнь, она протекает перед Богом. Мы живем в Боге и с Господом. Мы можем биться за свои права, отстаивать какие-то христианские ценности, но если мы сами не будем жить этими ценностями, если мы сами не будем жить в соответствии вот с этим перед Богом, вот этим принципом, я живу перед Богом, я все, что я делаю, я делаю для Бога во Христе Иисусе, то утверждение этих ценностей в этом мире, оно не будет иметь никакой пользы. Оно ничего не будет иметь. Знаете, как некоторое время назад одну женщину в Америке, она там воспротивилась где-то в этом, ну, по-нашему ЗАГС, я не знаю, как это называется, контора, которая выдает вот эти свидетельства о регистрации, там, о записи брака, и она отказалась выдавать вот эти свидетельства однополым бракам. И такую шумиху подняли к женщине, к героине, ее подняли на знамя борьбы со всем этим. Ну, аллилуйя и аминь, молодец женщина. А потом выясняется, что у нее с собой пять мужей. Она говорит о браке, о ценности брака. Вот этим людям, которые вообще не представляют, что такое брак, а сама не имеет в себе никакого понимания брака. И я вот всегда задаюсь вопросом, а за что мы боремся, братья и сестры? Мы боремся о том, чтобы не было абортов, а христиане делают аборты. Мы боремся, чтобы люди не пили, сами пьем. Мы говорим, не надо вот там блудить и сами можем блудить при всем при этом. Надо сохранять семью и идем на сторону. Говорим, я уже тебя не люблю, мне надо новую семью создавать. Что мы делаем, братья и сестры? Какую ценность брака мы приносим в мир, если сами не понимаем этой ценности? Я думаю, что наша борьба, она не будет иметь успеха, если прежде всего мы не будем понимать, что то, что мы делаем, мы делаем перед Богом. Нам нужно хранить эту Божью истину в своем сердце, иметь этот Божий страх. Если сегодня соблазняют нас как греху, соблазняют нас какие-то вещи, которые нарушают или идут против Божьей воли, Божьих планов, Божьих намерений, прежде всего нам нужно самим научиться стоять в этой истине, показать пример настоящих браков, показать пример святой жизни, показать пример трезвой жизни, показать пример упования на Бога. И когда этот пример будет в нас, поверьте, нам уже не нужно будет за это бороться. Людям самим станет интересно. А что же там такое? Почему так? И вот Иосиф говорит, я не согрешу перед Богом, потому что в нем был этот страх, он понимал, что он живет перед Богом. И да, конечно же, это оказалось для Иосифа болезненно, потому что он после этого оказался надолго в тюрьме, кинутый всеми и брошенный. Когда ты стоишь за истину, когда ты живешь в истине, не всегда это окажется для тебя полезно. Это будет болезненно очень часто. Болезненно в плане того, что люди будут давить тебя, будут гнать тебя, будут негативно к тебе относиться. Но если мы продолжим стоять в этой истине, продолжим жить в этой истине, истина сделает нас свободными. Она приведет нас к победе. Она приведет нас к тому, что мы увидим эту Божью славу. Мы ее и так будем видеть всегда. Иосиф, находясь в этих стесненных обстоятельствах, он не раз и не два показывал в том, что Бог пребывал с ним. Он не отчаивался, но оставался тверд тем убеждением, которое Бог вложил в его сердце еще с детства. И эти убеждения, эта вера, она двигала Иосифа к победе. Мы прекрасно все знаем, чем закончил Иосиф. Он стал вторым после фараона. Поймите, вот это смирение и Божий страх, это залог нашей победы во Христе Иисусе. Но это еще не все. Смотрите, еще одна история. Один человек по имени Халев. Книга Иисуса Навина, 14 глава. Тоже такой знаменитый герой Писания, который, знаете, с одной стороны, он вызывал уважение тем, что он делал, тем, что он говорил, и то, как он поступал, но с другой стороны, вообще его жизнь, она была интересна. Вот если вы попробуете поизучать, есть два мнения. Одно, говорят, да, вот Халев из колена Иудина, да, он был там руководителем колена Иудина, и мы знаем, что он был из числа тех, кто ходил на разведку в Ханаан, в тех, в 12-ти, и принес свидетельство веры вместе с Иисусом Навином. Но есть еще одно, если вы посмотрите на жизнь Халева, вы увидите, что он, вот в частности, Иисус Навин, 14-я глава в 6-м стихе упоминается его родословно, да, написано, сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказал ему Халев, сын Иефонии, кто? Кенезиянин. Вот это слово кенезиянин относит нас к тому, что, скорее всего, Халев по рождению не был евреем. Ну, уже какая-то часть еврейской крови в нем была, потому что смешались, возможно, к этому времени его родственники уже с коленом Иудины, не спеша, не может быть, а точно, но от своего начала Халев, его родственники, его прапрапрапрапрапрапрапрадед за 400 лет до этого события, они не были иудеями, они были кенезиянинами. Кенезия – это одна из народностей, которая жила в земле Абитаванной, когда туда пришел Авраам, помните, там перечисляются все эти народы, и в том числе кенезеи. И семантика имени Халев, она приводит к тому, что это имя имеет в том числе значение не только, там, как его еще говорят, храбрый или смелый, но семантика имени приводит к значению кусающий, лающий, как собака. Вот если это все совместить, то можно предположить, что Халев – это было не просто его имя, это была его кличка из-за того, что он был кенезианин. Все его поколение в родстве, оно стало частью колена Иудинова, оно ассимилировалось за все эти 400 лет, но память о них, как о потомках язычников, где-то там сохранилась. И вот он с этим живет, он становится одним из руководителей колена Иудинова, он становится одним из тех смелых, которые остаются верными Божьим откровением и Божьему слову, и он становится тем, которому Моисей обещает, что вот эта гора, вот эта земля, которую ты ходил, которую ты видел, она будет твоей. И смотрите, проходит 40 лет. С этого дня обещания прошло 40 лет. Халев, 14 глава, перечитайте ее. 40 лет проходит, прежде чем Халев получает обещанное. Ему было 40 лет, когда ему возвестили о наследстве. Прошло 40 лет, сколько ему было? 80. Есть здесь люди, кому 80 лет? Ну, или приблизительно 70. Сестры, кому за 70? Скажите, вы, вот много там желания за что-то бороться, хочется, как уже, спокойную жизнь, наверное, вести к годам 70? Нет еще? Слава Богу, аллилуйя. Вот Халев такой же был. Но чаще всего, знаете, люди говорят, уже бы хочется успокоиться, знаете, уже бы как-то вот потише там, музыка, чтоб не громкая была, не шумели, да, вот все. А он приходит в 80 и говорит, слушай, Иисус Навин, у меня силы столько же, как вот 40 лет назад. И желание взять эту гору у меня никуда не прошло. И посмотрите, что интересно здесь отмечается в этой главе. Есть несколько моментов, когда о Халеве сказано, что он оставался верным Богу. Смотрите, посмотрите, 8 стих, «Я в точности следовал Господу Богу моему». 9 стих, а это уже о нем говорят, «Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». 14 стих, опять же о Халеве, «Он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева». Посмотрите, что делала Халева настолько сильным, настолько мужественным даже по прошествии 40 лет после того, как он услышал это обещание о наследстве, верность Богу. Посмотрите, что в ответ Бог делает на эту верность. 10 стих, «Господь сохранил меня». 12 стих, концовочка этого стиха, «Господь будет со мною, и я изгоню всех врагов». Посмотрите, это мужество, Халева рождалось не просто, знаете, какое-то самоутверждение, самомнение о себе, это было мужество, которое выросло в нем с годами его верности Богу. Я как пастор общался с христианами, которые приходили в церковь, через там какое-то время они уходят из церкви, потом снова хотят вернуться, и вот они приходят и ты с ними беседуешь, они говорят, «Вы знаете, как тяжело снова начать молиться, как тяжело снова переступить порог церкви, потому что кажется, что все теперь на тебя смотрят, что все считают тебя предателем, что все там про тебя шушукаются, и когда я молюсь, я не слышу, что Бог меня принимает, это все под производной неверности. Когда ты беседуешь с семьями, которые пережили неверность одного из супругов, вы знаете, что очень трудно восстановить снова доверие, потому что всегда начинает там где-то подсознательно думать, а не предаст ли он в следующий раз, а не сделает ли он что-нибудь еще такое, что мое доверие к нему снова пошатнется. Вот так бывает в наших отношениях с Богом, если мы следуем верно за Богом, вот знаете, идем, переживаем, боремся, трудимся, переживаем какие-то лишения, но мы остаемся верными ему, мы знаем, что наш путь не туда, не в мир уйти, а продолжить следование за Богом, то год от года, день за днем, ты, знаете, ты совершенствуешься в вере, в молитве, в силе Божьей, в Божьих благословениях. Вот люди новообращенные говорят, я ничего в Библии не понимаю, ну, я по прошествии уже более 25 лет верующий, я тоже не все там еще до конца понимаю, но вы знаете, я ее читаю и с каждым разом она открывается мне или не так? А если я ее поставлю на полку и через 20 лет приду и скажу, знаете, мне сказали, там такая книга интересная, а что-то я уж и не знаю, что там интересно, а не читал, не открывал, не глядел в слово, не принимал его в сердце свое, поэтому оно и не открывается. Люди приходят, говорят, мне бы слово Божие не открывается, а когда ты последний раз Библию читал? А ну воскресенье открывал на собрании, как же читал? Два стиха вот прочитали, я их отметил. То есть для некоторых вот почитать Писание, это вот воскресенье на собрании, а потом, а потом Бог не открывается нам. Так же и с молитвой бывает, вот я не могу молиться, так если ты молишься только перед едой две, ну там 30-40 секунд, конечно ты не умеешь молиться, но если ты идешь в молитве шаг за шагом, это опыт, который рождает что? Рождает в тебе вот это благословение погрузиться в молитву, погрузиться в общение с Богом. Верность это то качество, которое нам необходимо для нашего роста, для нашего движения вперед. И если мы не храним это качество в своем сердце, не храним эту верность Богу, доверие своей жизни Ему, нам трудно быть в числе победителей. Верность. Итак, смирение, страх Божий, верность. Есть еще один момент, давайте посмотрим книга Судей, шестая глава, еще один библейский герой по имени Гедеон. Судей, шестая глава с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Орфе под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу, вточили, чтобы скрыться от мадинитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян. Господь, возрев на Него, сказал, иди, святую силу Твою спаси Израиль от руки мадинитян. Я посылаю Тебя. Гедеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Монасим самое бедное и в доме отца моего младший, я младший. И сказал ему, Господь, я буду с Тобою и ты поразишь мадинитян как одного человека. Мне иногда окажется, что они здесь на разных языках разговаривают, знаете, без переводчика, причем. У ангела ангельский, у Гедеона еврейский. Потому что Гедеон все там, у нас это проблема, у нас тут проблема, и там нас постигло горе, и чудес нету. А он как будто его не слышит и говорит, с этой силой, Бог с Тобою муж сильный, с этой силой Твоей пойди и порази мадинитян. Я буду с Тобою и ты поразишь их как одного человека. Вот думаешь, что там вообще происходит с Гедеоном? Знаете, я заметил такую вещь, что чем больше человек живет в трудностях, там есть два момента. Или эти трудности начнут формировать человека, или человек превознесется над трудностями и начнет их формировать в своей жизни. Так бывает, что человек, живущий в скорбях, он часто становится таким депрессивным, все время у него все не так, все плохо, жизнь вся такая плохая, все не так. И Бог-то может быть и есть, но я не в числе его любимчиков. Он забыл про меня. Вот Гедеон оказался в такой ситуации, потому что эти годы рабства, посмотрите, он выколачивает пшеницу в месте, которым пшеницу выколачивать, это несвойственно. Это точило было. Это точило, это яма такая, емкость, в которой засыпали виноград, ее там давили. И в принципе, там пшеницу-то колотить невозможно, потому что пшенице нужно, ветер, который будет при выколачивании, будет всю эту шелуху раздувать. А он почему там делает вот это, выколачивает пшеницу? Потому что скрывается от маденитян. Он боится, что если они увидят его с этой горсточкой пшеницы, они его убьют, убьют его семью, потому что маденитяне забирали все. Они хотели, чтобы евреи с голоду все поумирали. И вот он в этом страхе там, а тут вдруг приходит какой-то ангел и говорит, Господь с тобою. Знаете, очень сложно человек, который там 10 лет принимает какое-то лекарство какие-то, переживает, там год химиотерапии, он облысел, он похудел, и вот приходит ему и говорит, Господь с тобою, муж сильный. Это вызывает, знаете, такое, пошел бы ты куда-нибудь вот в другую сторону, не сыпь, не соль на рану сейчас. В чем проблема? Вы знаете, именно вот в этих ситуациях Господь имеет желание перефокусировать наш взор, чтобы мы, живя в трудностях сегодняшнего времени, сегодняшних проблем, чтобы мы обернулись к Богу, чтобы мы посмотрели в ту сторону, где Он. Это тяжело, очень тяжело. Это, вот поговорите с людьми, которые переходят через вот эти проблемы, это трудно, но это нужно, потому что, если не произойдет вот это, знаете, ну, как вот вы в бинокль, да, или там в телескоп, когда смотрите, со временем бывает, что он взбивается, надо снова настроиться на эту звезду, посмотреть и сделать ближе, или это двинуть подальше эту оптику, чтобы четкие грани раскрылись. Так бывает в нашей жизни. Все эти проблемы и трудности, они замазывают наш взгляд, они смазывают эту четкость видения Христа в нас, в нашей жизни, в наших ситуациях. И вот здесь этот ангел, он не издевается над Гедеоном, Бог не хочет посмеяться над ним, но Бог хочет перефокусировать взгляд Гедеона, снова настроить эту резкость в нем и показать ему, что на самом деле это не конец его жизни, это не то, что Бог имел для них здесь в этом точиле, умирать и вот так вот по горсточке пшеницу выколачивать. Он говорит, ты поразишь младенитян, потому что я с тобою. Братья и сестры, чтобы утверждаться в Боге, чтобы нести победу в этом мире, нам нужно принять волю Божию в свою жизнь, сфокусироваться на Христе, сфокусировать свой взгляд на Нем, принять Его волю для себя. Иногда это так тяжело бывает, когда ты не понимаешь почему, почему в расцвете сил ты вдруг заболел и болезнь, которая откуда ей взяться. Я помню в 2002 году, когда, знаете, у тещи поработал на огороде, там навоз порастаскивали, а через два дня смотрю, весь желтый, думаю, что там теща со мной сделала-то, вообще, что мы таскали в саду-то. Пошли анализы ставать, гепатит Б. Откуда? Как? Потом вспоминаю, что где-то там в прихмахерской меня порезали, мне жена говорит, ты помнишь, тебя порезали? Месяца за два или за три за это. А я же тебе говорила, она у меня медик, она говорит, я же тебе говорила, надо было прививаться. Ну, медики же, они такие, у них, как это у них, профилактика, это самое лучшее лечение. Вот. И все, и думаешь, ну, как, Господи, чего? Зачем? Почему? И смотришь на все эти лекарства, которые там тебе, капельницы, которые ставят, живешь. Господи, ну, я не об этом вообще-то думал в то лето. Мне хотелось, у меня были другие планы, у меня были другие намерения, и вдруг на два месяца никуда и ничего. Но именно в это время, когда я фокусироваться начинаю на Боге, происходят в сердце эти перемены. Я начинаю видеть вещи, которых раньше я никогда не видел, о которых я, может быть, не задумывался. Тот, что мне никогда не открывалось. Знаете, мы иногда, мы в этой суете жизни идем, 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 а Богу нужно нас остановить. Остановить, чтобы мы пришли в это место, где мы можем просто расслабиться. Ну, даже иногда под капельниц, знаете, лежишь, больше ничего не дадим, ни влево, ни вправо не повернуться. О чем думать? Никаким мыслям не идут. Начинаешь песни петь, там, знаете, вот приходите, мой дом на небе, за облаками, там, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. И ты понимаешь, Господь, на самом деле, вот, жизнь, время, оно так скоротечно, а мне хочется успеть. Мне хочется остаться верным за это время, остаться в тех планах, которые ты имеешь обо мне. Драгоценное, сегодня, может быть, не все в жизни так, как мечталось, так, как хотелось, но приходит время, когда Бог присылает ангела и говорит, перефокусируйся. Сбился прицел, сбилось направление, но позволь мне коснуться твоего сердца, чтобы этот фокус снова был восстановлен, чтобы ты увидел, что ты сильный, что ты не мишень, ты стрела в колчане Господа, что ты в этом мире не для того, чтобы быть затюканным там каким-то, вот там, знаете, как часто говорят, христиане, они там затюканы, замызганы какие-то, непонятно, они телевизор не смотрят, газеты не читают, вообще жизнь ничего не знает, одну свою Библию читают. Мы те, у кого Божья сила, потому что Господь с нами. И посмотрите, и дальше мы знаем, что Гедеон, он ответил на этот Божий призыв, при всех своих спорах, сомнениях, он согласился принять то, что предлагает ему Господь. Согласимся ли мы сегодня с тем, что Бог предлагает для нашей жизни? Примем ли мы сегодня через это смирение, Божий страх, наше поклонение перед Богом, принятие Его воли для нас? Примем ли через это мы этот путь к Божьей победе? Мы будем молиться через несколько минут, но я хочу прочитать еще одну историю. Давайте перенесемся уже в Новый Завет. Еще одна история. Это женщина хананьянка, история о ней записана в Матфея 15 главе 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Кирские и Сидонские. И вот женщина хананьянка, выйдя из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Мне всегда поражала эта история. Посмотрите, ведь Иисусу ничего не стоило сразу же исцелить эту дочку, и сказать, «Вера Твоя спасла тебя». Но вот Господь как-то проводит ее, проводит ее через вот это испытание, говоря ей о том, что Он пришел к Израилю, что Он должен дать им этот хлеб жизни, что она вообще из другого рода племени. Но эта женщина, она как бы не слышит его. «Да, говорит Господь, да, я понимаю, ты не к нам пришел, да, я я язычница, да, я ни на что не способна, но и псы, они получают эти крохи, которые падают со стола Господина». Иисуса тронуло это силы ее веры. Иисуса тронуло то, что эта женщина, она не хочет отступать, она готова платить цену. Иногда мы имеем это испытание, которое проверяет нашу готовность заплатить цену. Мы, конечно, хотим, чтобы было все бесплатно. Знаете, мы так любим все бесплатные, все эти распродажи, сейлы, какие-то скидки, карточки можем копить, где бы там что сэкономить, но со Христом сэкономить невозможно. Невозможно. Там нету распродаж на небесах. И туда нет дискотной карты. Туда есть только один путь. Кто хочет следовать за мной, возьми свой крест, отвергни себя и следуй за мной. Цена, которую мы платим сегодня, это цена нашей жизни, которую мы вручаем Христу. в обмен на ту жизнь, которую мы получили через Голговский крест, через жизнь Христа. И она говорит, я не уйду, я буду стоять здесь, Господь. И он отвечает ей, женщина, велика вера твоя. Дорогие мои, через что бы сегодня вы не проходили, пожалуйста, оставайтесь твердыми в своей вере, стойте до конца. Я говорил эту историю, я заболел, я думал, все, мне начали рисовать планы, там гепатит, он не исцеляется, он не будет, и вот там эти дети, а у нас еще тогда ребенка не было, и вот как вы будете рожать, мне там родственники уши все прожужжали, да вот что это такое, да вот вы там в церковь ходите, а что вот вы тут все. И вдруг прошло время. И когда я сделал последний анализ, через год, знаете, там какой-то этот анализ очень серьезный, он стоил там несколько тысяч рублей, что там брали кровь, там ее на ДНК на клеточке все разбирали, и когда я получил результат, там сказано было здоров. Конечно, может гепатит Б это не гепатит С, но для меня это было свидетельство, Бог не оставит, Бог не оставит, Бог не оставит. Да, мы проходим испытания, да, мы может быть пытаемся пройти путями, которые, вот они узкие эти пути, они тяжелые, они тернистые, но в конце их всегда есть отрада жизни, это отрада наш Христос, потому что Он сам прошел этот путь и сказал, могу помочь тем, кто пройдет со мной, придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас. У нас есть время, чтобы сегодня еще помолиться, давайте будем помнить о своем предназначении в сегодняшнее время, как церкви, как христиан, и сохраним это предназначение, принимая силу от Бога через смирение, через Божий страх, через принятие Его воли для нас, фокусируясь на Нем, на Христе, Который умер за нас. Давайте встанем, чтобы помолиться. если кто-то сейчас нуждается в молитве, я не прошу вас прийти сюда вперед, у нас может быть времени нет, ну просто поднимите вашу руку, пусть она будет как знак свидетельства, вы в борьбе, вы сейчас испытываете трудности, вам нужно утешение, вам нужно помазание свыше, вам нужно пройти этот свой путь, и вы не знаете, каким будет завтра, мы не можем о нем говорить, мы сами его не знаем, это завтрашний день, но мы знаем одно, если я сегодня обращаюсь к нему, моему спасителю, я знаю, что будущность, которую он приготовил мне, это будущность надежды, это будущность силы, это будущность Божьей любви, просто поднимите руку, чтобы можно было видеть вас, и если есть там рядом верующие с вами, возьмите друг друга за руку, вот помолитесь за этих людей сейчас, просто благословите их, они нуждаются сегодня в вашей молитве, в вашем подкреплении, в вашем ходатайстве, Господь, ты видишь каждого человека на этом месте, ты видишь тех, кто сегодня нуждается в молитве, нуждается в подкреплении от небес, в подкреплении от твоего Духа Святого, в подкреплении веры, в подкреплении жизни для тебя, Господь, для славы твоей, я прошу, чтобы ты коснулся рукою своей, Господь, чтобы рухнули все эти преграды, твердыни, Господь, препятствия, которые выстраиваются на нашем пути к Тебе, Господь. Это могут быть болезни, это могут быть искушения, похоти, трудности, кризисы, Господь. Но все это мы можем преодолеть не потому, что мы такие сильные, но потому, что у нас есть сила, наш Христос, наш Господь, наш Бог, который умер за нас. И если мы что-то потеряли в ходе пути, Господь, я знаю, что придет воздаяние, что Ты на каждую потерю воздашь, воздашь благословениями с небес, потому что Ты приготовил для нас будущность и надежду, потому что в завтрашнем дне, в сегодняшнем, в завтрашнем, в послезавтрашнем, в каждом дне, который ожидает нас в будущем, Ты приготовил нам будущность и надежду, когда мы с Тобой, когда мы доверяем Тебе свою жизнь, когда мы следуем Божий тем путям, той воле, которую Ты открываешь нам для нас, через наше служение, через нашу молитву, поклонение и веру Тебе, всемогущий Господь. Благослови сегодня каждого, кто проходит эти испытания, проходит через трудности жизни. Пусть Твое сверхъестественное подкрепление коснется каждого сегодня, как пища с небес, как хлеб, как манна, дающая жизнь. Пусть сегодня это прикосновение Духа Святого укрепляет все изнемогшие колена, опустившиеся руки, Господь. И Твоя слава наполняет нас, чтобы в этом мире, в это время трудностей, кризисов, мы, как церковь, продолжали сиять, светить, Господь, неся этот факел веры, факел силы, факел любви, который Ты зажигаешь в наших сердцах. Господь, благослови нас, а мы благословляем Тебя, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, нашего Господа, Царя и Бога. Отец Небесный, молимся во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, молимся во имя Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова